Привет, это NEC 2, и перед тем, как мы продолжим прохождение сюжетной линии, я напомню, что мы получили в прошлой серии с тобой рубинового NECA, и нужно его бы затестировать. В сюжетке использовать рубинового NECA нельзя, а вот в карте мира, ну то есть в свободной игре, пожалуйста, и вот как он выглядит, гляди. Вау, обалдеть, да он чисто рубиновый, у него нет ни одного реликта, это чисто рубин, это просто круто. И у него есть супер крутые возможности, и когда я поиграл за этого рубинового NECA, я понял, почему в сюжетке нельзя за него играть, потому что он читерский, он имбовый становится, очень сильно имбовый. Смотри, какие у него возможности есть. Хопа, телепортация за противника, то есть это очень круто, где бы противник ни находился, я могу телепортнуться за него, то есть вообще без проблем, у меня нет на это как бы даже колдауна, ну то есть времени на восстановление телепортации. Могу телепортироваться, когда есть противники, то есть сколько противников, столько раз я телепортнуться и смогу, вот, главное, чтобы они были. Помимо этого, помимо телепортации, вот, кстати, на балкон смогу к ним телепортнуться, нет? Нет, на балкон не смогу, это плохо. Ну, то есть за пределы карты никак не телепортнуться, только в пределах. Вот смотри, вон он тусит, сейчас смотри, хопа, и я за него. Вот, уменьшимся, нет, зря я это сделал. И, кстати, в любой момент я могу переключиться между рубиновым неком и обычным, вот. Дальше, следующий прием, это вихрь. Вихрь, который был в первом неке, но также его сюда добавили, но он выглядит немного по-другому. Смотри как. Так, подожди. Давай. Вот он, вихрь, пошел, пошел, поехал. Да, он там уж любит. Вау, круто. Давай туда. Телепортируемся. Приветики, ребятки. Нате вам вихрь. Короче, вихрь это вот самая имба здесь. О, опыт накачал. Ништяк. В сюжетной линии прокачаемся. Значит, уменьшаемся. Интересно, а вот таким вот маленьким я могу использовать вихрь? Ну, получается маленький вихрь. Забавно, очень классно это выглядит. Ну, короче, как мне кажется, я тебе все показал. Все возможности неко, новые, рубиновые. Давай он туда. Ай-яй-яй-яй. Давай к нему телепортнемся. Опа, за спину. Все равно достал меня. Негодяй. Получай вихрь, а. Короче, это очень классная штука. И теперь мне хочется собрать и остальные скины неко, чтобы посмотреть, какие возможности у них. Уверен, что там очень круто будет. Ну, а мы с тобой сейчас возвращаемся снова к сюжету. Итак, мы вернулись в сюжет. Башня только что подала сигнал. Когда появится Ксандр, он будет горд за нас. О, да. И мы сейчас пойдем именно туда. Напоминаю, что мы находимся где-то в океане. И не знаю как, но нам все-таки повезло найти этот остров. Потому что до нас его никто не мог найти. Ну, кроме, конечно, Гандахара. Который сидит в этом центре управления. Посылает сигналы и пробуждает роботов. Этот засранец. Ну, если бы не Гандахар этот засранец. У нас бы, собственно, и не было этой увлекательной экскурсии по этому замечательному миру. Нека, я имею ввиду. Так что, мы сейчас сворвемся туда. И напихаем таких знатных люлей этому Гандахару за то, что он уже второй раз препятствует нам. Ну, как бы, если бы не препятствовал, то не было бы всего этого, правильно? Так что, Гандахар, спасибо тебе от счастья. Так, сейчас выясним. Что-то есть? Не-не-не, там только опыт был. Также нам нужно прокачать два таланта, которые мы только что получили в свободной игре. По устройствам давай вспомним, что у нас есть. Детектор тайников мы собираем и счетчик комбо. По счетчику комбо мне написали комментарии, что, типа, он усиливает урон. Хотя, по-моему, это не так было. Он просто считает, сколько я нанес противнику ударов без попадания в меня. То есть, когда в меня кто-то попадает, счетчик комбо сбрасывается. Значит, ускорение атаки ногой, да? Вот это что у нас? Ускорение атаки, бросок крюк. Угу. Вот, бросок крюка можно, в принципе, прокачать. Классная способность. Удар с разворот. О, с ноги. Нажмите квадратик во время уклонения, чтобы нанести быстрый удар с разворот. О, давай попробуем. Почему бы нет? Вот это вкачать хочу. По-моему, классная способность. Сейчас ее сразу заюзаем. Значит, нам нужно увернуться. Какие-то они странные, да? Черт, а как это сделать? Что-то не работает. Вот я уворачиваюсь. А, ну вот, удар с разворота. Есть. Все, он как бы вокруг себя вертушку делает. Вот. Вот, вот, вот. Все. Я приноровился. Это немножечко сложновато, конечно, но я приноровился, как это делается. А сюда нам нужно было идти? А, все, я понял. Это, типа, дорожка здесь разделяется на две. Но они обе ведут в одну сторону. Стой, 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 жучочек. Жучочек, стой. Здесь тайников вроде никаких. Подумать только, здесь когда-то бывал Мариус. А потом он все разгромил. Лукас. Ну, Лукас, ну что ты такой говоришь? Ничего не разгромил. Первым делом нам нужно найти. Че нам нужно найти? Удар с разворота. Блин, попробуй еще попади по этому маленькому роботу. У меня, знаешь, как получается? У ворот игра от ударов. У меня не выходит вертушку сделать. Вот, сейчас получилось. Надо, короче, приноровиться, потестировать. А как мне наверх залезть? Там, как бы... А, стой, подожди. Наверное, вот отсюда запут... Да, скорее всего, так и есть. Ха-ха-ха, от меня ничего не вытаит. Я залезь сюда. Как же без опыта, вы что? Опыт нам нужен. Здесь ничего, никуда, никак. Идем дальше. Стой, 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 стой. Есть. Попался жучочек. Дайте мне противника. Вон там вижу тайник, кажется. Кажется, это тайник. Смотри, какие здесь роботы. Я обалдеваю просто. То какой-то шар с ножками. То вот эта вот непонятная штука. Ты кто? Ты что умеешь делать? Ха, ты резкий какой. На, с вертушки. Черт. Попади еще по нему. Вертушка. Есть. Отхватил. А вот ты, ты, шарик. Я просто плечами их разношу. Вот так, хопа. И плечом вышибаю их. По красоте. Так, в тайник. Надо самое главное в тайник не забыть. Слазить, потому что я там вижу, что там... Что это? Может быть, какой-то механизм? Ладно, ладно, я сейчас подойду. Что-то интересное, да? Локас, ну я думал, ты сейчас расскажешь, что это за механизм. А что это? Что это за механизм? И все. И на этом, как бы, конец сказки. Ух, нифига себе, это не тайник. Класс! Да не то слово. Если получится сравнять уступы, по ним можно будет забраться наверх. Ну, кстати, да. И вон там тайник слева, кажется. Видишь, где коробочка с опытом? Ого, как бы нам туда залезть. Подожди, то есть вот это фортепиано какое-то, слушай. Там вот есть клавиша, на которую я сейчас буду нажимать и выравнивать вот эти вот ходящие платформы ездящие. Ну, давай, вот синяя, нет, вот это вот первая платформа, скорее всего, мне нужно выровнять. Вот, стой здесь, вот так остановись. В смысле, ты куда уехал-то? А, то есть вот так вот. Ну, ладно, допустим. Я потом запрыгну туда. Ладно, поехали так вот. Вот сейчас, в каком она положении, она позволит мне допрыгать до опыта. Погнали. Сюда. Опля. Вот и опыт мы взяли с тобой. А может, там и дальше можно пройти? Есть там проход? Нет, там нету дальше прохода. То есть это, ну, такой малый тайник. Хорошо. Спускаемся, просто спрыгиваем отсюда и все. Значит, по-любому нужно разбить, ну, точнее, ударить по клавиши, чтобы она переформировалась. Странно. Очень странно. Ну, допустим. Хм. Я даже не знаю, как дальше прыгать. Ну, допустим, давай синий. А, подожди, может быть, отсюда запрыгнуть на фиолетовую? Да, на фиолетовую я запрыгну. И синюю. Нам нужно просто синюю изменить. Кажется, вот так. Ну-ка, давай попробуем. Вот сейчас мы поднимаемся, на синюю перепрыгиваем. Дальше сюда. Вот, и все, в принципе. Получилось, да? И-и-и-и. Ну, ништяк. Все оказалось довольно просто. Ну, че, 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 че. Пупковый ударчик. Выкусили. Круто. Ай! Как это я тебя пропустил? Мать их. А здесь можно пройти? Вот, похоже, на дверь, да? Но... Нет, это не дверь. Это не дверь. Но здесь платформы выдвигающиеся. Я вот прям вижу, что они выдвигающиеся. Вот. Теперь археологам нечем заняться. Может, они помогут разгадать тайну этого места? Это очень классное место, я вам хочу сказать. Ага! А, смотри, как только они меня ударяют, они сразу прячутся. То есть надо быть очень аккуратным. Дальше. А вот сюда. Вон тайник, я вижу тайник. И знаешь, как туда запрыгнуть? Вот так вот. Кажется, это оно. А сколько здесь сокровищ? Три? Три сокровища. Только не говорите, что я первое уже пропустил. Это будет обидно. Деталь от чего? Деталь щучика комбо. Либо аквамарин. Ну, давай щучика комбо. Да, собираем его. Мне сказали, что надо собирать щучика комбо. Потому что полезная вещь здесь, во втором неке. Поэтому давай соберем. Посмотрим, что она будет нам давать. Так, это какой? Да, первую сокровищницу я пропустил. Ну, е-мое. Это обидно. А где я мог пропустить? Ну, напиши мне в комментариях. Будем потом искать. Что? Точнее, ты найдешь, а я потом просто схожу. Обожаю вообще, ребята, вас. Потому что вы мне... А, она сейчас... Нет, она, кстати, не исчезла после удара. Хотя сейчас исчезла. Я обожаю вас, потому что вы мне пишите, где искать тайники. Я потом просто иду и собираю эти тайники. Не парясь вообще. Где бы они могли быть? Так что это круто. Такая электрическая. Нормальный разряд. Подожди, подруга Лукаса. Откуда ты знаешь, что в этот раз удар был сильнее? Ну, в смысле, импульс этот был сильнее. Ты же раньше здесь не была. Хм, подозрения какие-то. Может, она знает об этом месте? Импульс сильнее. Откуда ты знаешь, что импульс сильнее, чем в прошлые разы? Ты что тут не... Короче, какая-то загадка появилась. Либо тут сценаристы что-то напутали. Не продумали, не знаю. Прикинь, окажется, что она злодейка еще. И все время была с нами. И наперед все наши шаги видела и знала, как мы будем действовать. И пресекала все наши планы. Отводя от самого важного, от самого главного. Но не думаю, конечно, не думаю. Вот эту штуку можно взять. Да, как-то ее поднять можно. Что-то тут квадратик был какой-то. Где-то вот. Да я такой маленький, щупленький, смотри. И как-то да поднял эту здоровую каменную подпорку. Вон туда можно запрыгнуть. Но нам как бы и по-любому туда надо запрыгнуть. Значит, окей. Теперь бежим сюда. Ой, пока я добегу, тут уже все закончится. Тут нет никакого-то ника, кстати. Вот, что-то есть, смотри. Ух ты. Тут древние роботы. Будет обидно, если они... А, я их сейчас разнецу просто и все. Еще и опыт получил. Ну, ништяк. Классно. Там уже платформы, наверное, спрятались, да. Поэтому надо по-новому ударить. Бегу-бегу-бегу, чтобы ударить по нему. А теперь резко. Давай, на супер-быстром своем уклонении. Нет, я лучше так. Ножками-ножками без уклонения. А, так как соскользнуть-то так можно? Пойдем еще раз ударим на всякий пожарный. А то я думаю... Ну да, вот они уже исчезли. То есть мало времени дают. Очень мало. Блин. Ты капец. То есть максимум тут одна попытка тебе запрыгнуть. Поехали, поехали, поехали. Есть, запрыгнули. Отлично. Сокровищница последняя. Где же ты спряталась? О, привет. Электрический? Не, я к тебе не буду... А, тут... Да я знаю, что... Понял, хорошо. Кто бы меня еще предупредил, что тут лазер воткнули. Ого. Это сильно. И сразу электричеством запитался, да? Что с тобой делать? Что с тобой делать? Мимо. Во-во-во, бьем, бьем, бьем. Бей, 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 бей. Пока он электричеством снова не запитался. Давай, давай, давай. Готово. Нормально. Я все ждал, когда появятся серьезные враги. Я почему-то подумал, что это голос райдера. И думаю, а где тут райдер? А это Нек сказал. Иногда мне кажется, что райдера и Нека озвучивал один и тот же человек. Ага. Наверх. Сейчас запрыгнем. Давай. Я тайник вижу уже. Главное, не глупи, товарищ Лукас. Так, чтобы добраться до тайника, нам нужно переключить вот этот рубильник. Кажется. Сейчас я посмотрю, как там все сро... Ну... Как они хитро здесь сделали, я тебе хочу сказать. В этот раз все посложнее. Куда сложнее. Да, вот так вот дорожка складывается. Ага. Все. Вот так вот выходит. Сейчас мы до тайника доберемся с тобой. Ну, хитрецы. Ну, вообще, конечно, они тут разыграли головоломочку. Теперь сюда спрыгиваем. Успею? Нет, не успел, блин. Ну же, еще наверх. Опля. Ааа, опять не успел. Вот. Все, успешно у нас получилось. Значит, мы пропустили только первый тайник. Хорошо. Потом вернусь за ним. Топос? Или топаз? Топазовый реликт? Ну, давай аквамарин тогда. Аквамарин... Да, аквамарина у нас больше. Поэтому будем его собирать. Аквамариновый нег. Кстати, а может быть тут... Зайдем в кристальные реликты и посмотрим. Может быть тут написано, какие способности? Если собрать... Нет, тут про способности ничего не написано. Даже тут, учитывая, что мы кристальные реликты все собрали. Ну, в смысле, рубиновые. Тоже не описывается их способности. Все понятно. Короче, чтобы узнать способности данных реликтов, кристаллов, нужно их собрать все. Окей. Теперь нам нужно сделать дорожку немножечко другой. Иначе. Вот эту вот мы давай поменяем. Так, мы туда можем теперь залезть. Но у нас нет ступеньки. А если мы розовую? Ага. Ага. Стой, получится схитрить немножечко? Нет. Не получится. Я не допрыгну чисто физически. Так, хорошо. Подожди, бежи, бежи. Нет, нет, нет. Это... Это все испортил. Обратно. Если мы вот это изменим. Ну, должно, да. Вот теперь должно туда. Ну-ка. Ну-ка. Черт, не успел. А, ну там корни деревьев. Подожди. Но они нам никак не мешают, в принципе. Все. Получилось. Все получилось. Е-е-е. А там роботы. Но они... Смотри-ка, ожили. Я думал, что они мне жгут. Но ожили. Так, только электричество у тебя закончится. Выкуси. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Выкуси. Ай-яй. Он меня зажал, 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 зажал. Гаденыш, гаденыш. У него еще и меч какой-то. Глянь. Ну, иди сюда. Электричество я тебе не дам использовать. Черт, черт, черт. Хватай его. Со своим щитом его не просто что-то взять. Я тебе хочу сказать. У ворот. А, не успел. Не успел. Вот это вот сейчас. Щит разбили. Е-мое, как больно. Ха-ха. Через ноги перепрыгнул. Раскочил. Ты видал это? А, к папочке давай. На, мя. Меньше ноги, роботы, расставляйте. Когда я был маленький, просто проскочил через ноги. Вот это классный. Финт был. Ну, пойдем мы с теми шестяными банками разберемся. Из-за них я только время потеряю. Есть идеи, Эва. Держи. Еще способность. Это серьезный аптек, кто путает. Зажмите. Ну, давай попробуем. Ого. Крюк, который связывает противника. Точнее, бумеранг. Ну, нифига себе. Ага. То есть, у бумеранга силы кончаются, поэтому... Не ту кнопку нажал. Но я успел, я успел. Да, я успел. Отлично. Бумеранг. Этим приемом мы высвобождаем энергию из тела. Я получил сертификат бумеранга. У НЭКа это работает по-другому. Ай-яй-яй. Смотри мой новый прием. Нет, новый прием не получился. Сейчас, еще разок. О, с вертушкой. Миштяк, сработал. Блин, мне вертушка так нравится. Держи. Бумеранг. Блокбастер присполучен. Промокнулся я и он. Слушай, ну бумеранг это нечто. Очень классная штука. Мне зашло прям приятно, что у меня есть такая способность. Забираем, значит, янтарь. И, походу, здесь ничего нет. Вроде не увидел никаких щелочек, в которые можно проскочить. Дрожочек. Ага, как мячик просто отбил. Здесь что-то нужно разблокировать, нажать. Поэтому. Только где... Как нам туда пробраться? Нужно как-то отключить лазеры. А, слушай, я в маленького превращусь и проскочу снизу, да? Нет, так не получится. А если бумерангом? Да, точно. На тебе, бумеранг. Град ударов. Какая же классная штука. Это все-таки, я тебе говорю. Просто я просил дальнюю атаку. Я ее получил. Спасибо вам, разработчики. Я вас люблю. Лова-лова, все дела. Бумерангчик, это зачет. Угу. Давай достанем тайник. Спасибо. Так, подожди, это у нас... А, ну тут все, по тайникам здесь все. Тут тайники только с опытом остались и с реликтами. Окей. Бежим без заглядки назад. Жучочек. Бумеранг. Да, в них тоже бумеранг можно пустить. Это здорово. Это хорошо. Смотри, мы можем спуститься туда, но тут есть вот проходик небольшой. Хе-хе-хе. Лучше бы, конечно, тайник найти первый, чем вот эти вот опыт. Надо найти центр управления, откуда отдаются команды. Да сейчас найдем. Возможно, там мы что-нибудь отыщем. Сейчас найдем. Бах, как мне нравится это вообще. Они мне ничего не могут сделать. Когда бумеранг появился, это просто... Бумеранг тоже имба, я тебе хочу сказать. О, сигнал опять посылает. А что-то как-то не сработало, да, по ходу, сигнал? Значит, тут можно... Да, сбой какой-то явно есть. О, тут главное бы аккуратненько проскочить и не обжечься. А может, бумеранг исправится? Хотя нет, а вдруг там что? А, я сюда даже пройти не могу. Смотри, тут невидимая стенка. Мини-бумеранг. У меня такое ощущение, что туда можно забраться как-то. Как думаешь? Можно, нет? Тут не видно, а нет, туда не запрыгнуть. Туда не запрыгнуть в эти, короче, проемы. Но я попробовал. Ох ты ж, еб... Так, минуточку. Минуточку. Сейчас я в него запущу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да что ж так по таймингу не попадая? Я к тебе пришел, чтобы тебя скинуть отсюда нафиг. Ушатался об своей же ловушке. Этот... Древний робот. Янтарь. Так, получше. Так, пошли. Это еще что? Ну, нифига себе. Какая разница? Выбираемся! Я очень маленький для этой огроменной машины. Блин. Она еще электричеством заряжается. Это не круто. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Это было сильно, я тебе хочу сказать. А почему попковый удар мой... Почему попковый удар не срабатывает? Они... А, все, я понял. Где вот там? Наверх куда-то? Вон там. Он сейчас стрельнет, е-мое. Все, я убегаю, я убегаю, убегаю, убегаю. Отлично, мы просто убежали. Что это вообще было? Паучиха? Похоже, она охраняет комплекс. Это значит, что цель близка. Ну, я так понял, что мы эту паучиху не могли завалить. Мы потому что были слишком маленькие. Янтарчик возьмем. И там янтарь показывает, что там тайник какой-то. Но как туда попасть? Подожди, если мы нажмем эту клавишу... Смотри, кабель оборван. Ты права. Может, у нас получится его чем-нибудь залатать? Так, подожди. Я кидаю бумеранг, а как тебя притянуть? Вот, я хочу тебя притянуть. Ага. Все, отлично. Так. Теперь мы можем вот это вытащить. Черт, вот это я, конечно, не хотел, чтобы он ко мне пришел. Причем он еще и щитом заблочил мой бумеранг. Негодяй. А вот теперь ты не заблочишь, потому что у тебя нет бумеранга. Бумеранг у меня. А у тебя нет щита. Вот, что я хотел сказать. Ну, допустим, я сюда залез, и что-то он меня ждет. Есть возможность кабель как-то подключить? А, там он... Там он... Можно... О, смотри, наверх можно подняться. Ну, в смысле, там тайник где-то есть. Сейчас, минутку. Давай попробуем туда запрыгнуть. Надеюсь, у меня получится это сделать. Еее! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опыт. Шикарно. Давай-ка мы сейчас... Вон того чувака. Стой. Минутку. Надьте бумерангом по лбу. Выкусил. Блин, жалко, что бумеранг после моего удара снимается с противника. Где-то здесь что-то должно быть. Во, ящик. Отлично. То, что нужно. Ящик это здорово. Но! Я его, походу, отсюда скинуть-то не смогу. Потому что он идет по определенному маршруту, видишь? Типа я могу его сюда поставить, но зачем? Я куда-то могу залезть при помощи него. О-о. Ладно, давай его сюда воткнем. И могу еще, смотри, куда что сделать. Вот тут вот что-то еще есть. Ну-ка. Там тоже опыт, что ли? Да, точно. Я, наверное, столько тайников с опытом еще ни в одной голове не находил, как здесь. Вот, серьезно. Так, это мы залезли, значит, сюда, где был янтарь, да? Правильно? Да, точно. Да, мы сюда залезли. Угу. Теперь нам нужно вытащить вот этот контейнер как-то. А. Вот, на него запрыгиваешь, короче. И тут тоже опыт. А я думал, здесь проход будет дальше. А проходочки нет. Но я могу забрать металл. Хорошо. Если это металл. Ну, похоже, вроде, на металл. Ммм. И сейчас мы будем электричество проводить. Давай. Ага. Пасыпки за похвалу. Сейчас тут будет битва. Тихо вернулось. Но я теперь могу проводить электричество. Походу, от нее. Слушай, мне, в принципе, электричество сейчас не страшно. Должно быть. Я не успел. Все. Я все железо просрал. О. Теперь мне электричество страшно. Ну, что у тебя намущено это? И у нее еще и самонаводящиеся ракеты. Обалдеть. Так. А где мне железо-то взять? Где мне железо-то взять? Хотя, походу, у меня тут уже не понадобится железяк этот. На тебе. Бумеранг мне не поможет. Разок ударил. Хорошо. Далековато. Да, е-мое. Нэк, 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 нэк. Еще эти... А, не успел приземлиться. Если приземлился, она бы не успела по мне ударить. Так, готово. Угу. От. Черт, не успею сейчас ее ударить. А, стой, есть ли бумеранг сейчас? О, 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 о. Да е-мое. Давай, давай. Град. Давай замутим град ей. Сейчас соберу парилектики. На тебе, град. И вот тебе вот так вот. Вот так вот. И вот... А, не успел. Бочину тебе. Хорош. Лови. Черт. О, 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 о. Сейчас надо подсобрать... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Надо подсобрать релектики. Пожалуйста, вернитесь к папочке. Спасибо. Получай. Получай. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Красиво башню и снес. Второй раз не проведешь. Замечательно. Это до сих пор продолжает... А, нет, это уже другая глава. А почему? Где я пропустил? Погоди, погоди, погоди. В полымя. А где это я пропустил? Значит, нам нужно сокровище искать. Тут все сейчас рухнет. Это отряд Мариуса постарался? Или время взяло своё? Скорее всего, время. Так. Здесь нужно железо нам снова. Вон оно есть. Ай-яй-яй-яй. Прям на провода наступили. Так, и куда нам нужно? Уверен, это Гандахар. Давай вот сюда подключим тогда. Чё-то не получилось. Давай ещё разок. Во. Ребятуки. А что, если я бумеранг кину во второго? А, если я кидаю во второго бумеранг, у меня всего один, короче, здесь. Понятно. И они электриче там ещё могут заряжаться, да? С ними легко. Но надо не забывать, что бумеранг у меня всего один. И бумерангом я могу охватить только одного противника. Тайники. Не забываем про тайники. Сейчас они у нас появились. Как их много. Надо же. Так. Погнали. Надо раскачаться хорошенечко. Оп-пля. Оп-пля. Стипляемся дальше. Как обезьяночка по лианам. Успешно. Успешно. Ну-ка. А, нет, показалось. Думал, проходик там. Уменьшаем. Опа, опыт. Так, здесь у нас ничего нет. Я уже... Самое обидное, что я пропустил момент, когда сменилась глава. И если бы я это запалил, я бы уже сообразил, что нужно искать тайники. Но я по-любому где-то первый тайник пропустил. Мне кажется так. Мне так кажется почему-то. Да нет, нет, нет. Не бумеранг. Вот так вот вытащи. Ой, 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 ой. На. С ноги просто распинываешь и все. И не паришься. Это как футбольные мячики. Представь, что это футбольные мячики и распинывай. Так, а как мне туда запрыгнуть-то? Высоковато, мне кажется. Бумерангом туда кинуть? Это мы дверь открыли. Ммм. Что-то как-то я больше ничего не вижу. Никаких вариантов, как мне туда залезть. Вот это поворот, конечно. Подожди. А как? Что-то как-то высоковато, не кажется? Может еще как-то можно ее опустить? Да нет. Кажется я застрял. Где? Что? Блин, почему я не вижу? А, вот ты негодяй, а. Поэтому я и не видел ничего. Вспомнили про невидимые ящики и колонны, да? Хорошо. Здесь у нас ничего интересного нету. Только опыт какой-то собрал. Жучочек, подожди. 3,55 метра. В принципе, неплохо. Ого. В одного кинул, попал. Готов. И тебе пупочки. Пупочки, пупочки. Есть. Смотри, сколько здесь камней. Сейчас нам предстоит здесь решить головоломку. Эти кабели тоже обрезали. Давай-ка сюда сходим, посмотрим. Ага, здесь мы можем вытянуть. Я поставил его сюда, там у нас что-то открылось. Туда. А, туда фиолетовый поставил. Ох, блин. Подожди. Как мне сейчас его будет оттаскивать? Назад надо-то. Блин, ну, ну. Дай его сюда. Ага, а вон синий, вон туда надо поставить. Сейчас оттащим. Не вопрос. Быстренько его перетаскиваем сюда. Пупочки. Но подожди, мне почему-то показалось, что там что-то есть. А, я туда не запрыгну, да? Мне показалось, что тут... Да. Тут есть. Минутку. Черт. Туда так просто не допрыгнуть. Давай я назад его откачу. Давай я откачу сейчас. Опля. Его там тайник какой-то есть. Давай посмотрим, что там. Ага. А че так далеко-то? А че так далеко? Долетел. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну не ты, Гастя, тут че происходит-то? Так, подожди. А тут прыгать нельзя, прикинь? Серьезно? А почему здесь прыгать-то нельзя? И, кстати... Ага, когда я большой, меня скидывают вниз. То есть здесь нельзя увеличиваться, да? А здесь можно. И прыгать? Ну, можно тут прыгнуть, но... Я вот так вот че-четырю немножечко по-четырил и хватит, да? Если была такая возможность, почему бы и нет? Аквамарин снова. Аквамарин, аквамаринг. И это какой у нас тайник? Хоть бы первый, хоть бы первый был. Ну, пожалуйста, первый. Нет, это второй. Я первый где-то просрал. Ну, шо, шо. На первые сундуки мне что-то не фартит. Слушай, вот что я тебе хочу сказать. Так, обратненько, давай туда перепрыгнем. Ай! Поторопились. Вот здесь вот надо встать, уменьшиться. И вот теперь вот. А подожди, а там, интересно, ничего нету с другой стороны? Пойдем, чисто ради интереса эксперимента туда сходим. Там, кажется, что-то есть еще. Надо уменьшиться. Да, блин, я забываю, что я могу быть большим только на движущихся платформах, вот на таких вот зелененьких. А где нету вот этого свечения, там я только могу быть маленьким. Давай. Опля. Это что там за... Че это такое там? Подожди, я сейчас упаду тут нафиг. Подожди, ты видишь это? Это бумерангом соберется, как думаешь? Да! А что это такое? А-а-а! Это жучок золотой был. Круто. О, нифига себе, это ну... Ну нифига себе, куда я пришел? Это что я получил? Буря. Я бурю получил. Я теперь ее... То, что я тебе в самом начале показывал... Круто! Вот это круто! А телепортацию мне дадут тут? То есть, оказывается, тут еще есть и тайники со способностями, а я их, возможно, пропускал тупо. Вы разучили новый суперприем. Позволяет обрушить на противников реликтовый вихрь. Вихрь будет автоматически наводиться на противников. Обалдеть! Ну нифига себе! Мне кажется, что реликтовый вихрь, он будет юзаться... Удар в перевороте. Будет юзаться, когда у нас неуязвимость будет. Скорее всего. Потому что я там светился так ярко. Да, по-любому. Суперприемы. Вот, подожди. Кристальные мечи. Да, буря будет тогда, когда есть неуязвимость. А-а-а, блин. Я тоже в раскаталку пушил, она постоянно у нас будет. Ну ладно, сейчас у меня другая дилемма. Как нам отсюда выбраться? Как мне отсюда выбраться теперь? Может здесь прыгнуть? Ну вот и все. Слушай, ну лучше... Хорошо, что я первый тайник пропустил. Потому что если бы я пропустил вот этот тайник, я бы себе не простил его, честно. Так, ну-ка, вихрь. Вихрь, вихрь, вихрь. Давай. Вау! Пошел вихрь. Ох да! Вот это по-нашему. Вот это красота. И он еще и самонаводящийся. Ой, кончился. Кончился, неуязвимость. Выпусти. Ой, а чего вас так много-то? Черт. Сейчас, 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 сейчас. Прячемся, прячемся. Есть попадание. Можно было, конечно, отразить все их выстрелы, но их было слишком много. Они бы обязательно у меня попали. Так, значит, у меня теперь... А почему камень здесь? Я не понял. Как это так вышло? Я... Я оставлял все по-другому. Ну ладно. У меня теперь дилемма, то, что я где-то пропустил суперспособности. Вот такой вот... Как это сказать правильно? Монумент вот этот вот со способностями. И, видимо, их где-то прячут с тайниками. Соответственно, когда ищешь тайники, нужно искать и вот такие монументы параллельно. Там железо есть. Открылось железо. И, наверное, я смогу его отсюда... Нет, я отсюда его не смогу вытащить. Мне нужно какой-то камущик передвинуть. Допустим, если я вот этот сдвину, то что произойдет? Ага. Я могу вот этот камень подвинуть. Это хорошо. Но мне его потом обратно вернуть надо будет. Почему ты не двигаешься-то сюда? Во. Есть. Сейчас проведем электричество. Куда нам нужно его провести? А-а-а. Мне нужен еще камень. И, возможно, даже не один. Да, нам два камня понадобятся. Офигеть. О-пля. Нет, нет, нет. Вот сюда надо тебя поставить. А там, кстати, не янтарь, он. Это не камень с янтарем? Нет, это не камень с янтарем. Ну, давай вытаскивай вот этот еще. Угу. И вот у меня дорожка есть, в принципе. Ладно, нет. Открывай ворота. Сейчас открою. Блин. Неровно пробежал. Все рассыпалось. Сработало. Все четко. Так, а что это я... Давай заберем железный костюм-то наш. Костюм железного человека. Привет-ка. Привет-ка. Ой, снова ты. Снова ты. Сейчас я в начале приспешников твоих. В принципе, когда я в железе, мне не страшно. Мне не страшно. Давай-ка я к ней подойду, попробую просто ударить. Ну да, электричество мне ничего не делает, когда я желез... А, хотя у нее нет электричества. Все. Теперь у меня нет брони железной. Ну. Я тут еще возьму бочку с железом. Ты не думай. Да, давай, подойди поближе. Есть. О, башню можно схватить. Серьезно? Ха-ха. Можно и башней покидаться. Ну, сделаем так тогда. Смотри, тут такой проходик, как будто сюда можно что-то вставить. Может быть, зеленый рубин, и тогда здесь откроется тайник. Слушай. Да, если у нас был бы изумрудный нэк, возможно, здесь бы открылось. Тут прям вот изумруд. Лукас, ты что не скажешь? Нет, Лукас ничего не скажет, потому что он засранец. Хотя он туда подошел, смотрит так. А вот это можно с... Нет, это не разбивается, не ломается. Здесь тоже ничего нету. Какие двери. Че это за саркофаг? Так вот он какой, центр управления. Ну и бардак здесь. Понятно, почему все работает урывками. Тут идет ремонт. Посмотрим, как это будет работать без питания. Я иду, Гандахар. Глава 8, часть 3, последний бой Гандахара. Он определенно на этом острове. Разыщем его. И размотаем. Я только за. Значит, поскольку новая глава, ищем тайники опять. Сколько здесь тайников? Два. Мне кажется, первую я уже нашел, да? Очень быстро. Че это такое? Это деталь детектора тайников. Блин, еще одну детальку, и у нас все будет собрано. Круто. Вот если бы я не пропустил два прошлых тайника, возможно, у меня бы уже был детектор тайников. Но, как говорится, все профукано. Здесь навряд ли еще что-то спрятано. Кстати, я же говорил, что возле тайников, возможно, есть еще и монументы со способностями. Но тут навряд ли он был бы, потому что мы в пещеру спускались. А там прям испытание какое-то, да, нам дали. Надо было попрыгать по платформам, чтобы добраться до этого. И такая длинная комната, которая ведет и к тайнику, и к вот этому монументу. Поэтому я, в принципе, догадываюсь, в каких местах нужно искать эти тайники с монументом. Опля. Да вы достали. Почему пупковый удар какой-то, знаешь, ну, волна у него маленькая. Хочется, чтобы волна была побольше. Иди к папке. А тебе тысяча ударов. Тысяча и один удар. Эй, я ждал тебя. Гандахар. Смотрю, ты снова выбрал сторону людей. Думаешь, ты справишься с нами? Конечно. В таком случае, иди сюда. Посмотрим, кто смеется последним. С этими чуваками я уже сражался. Я думал, там вылезет огроменный робот. Короче. Пойдем, наваляем. Ой, это я решил убежать, да? Но нет. Я не убегу. Лен, да почему пупковый удар такой какой-то беспонтовый стал? Вон туда можно сбегать, смотри-ка. О, тайник нестяк. Он нестяк. Короче, каков план? Я надеюсь, что Гандахар это живой Гандахар, не его проекция. И мы ему реально прям насуем сейчас, когда доберемся туда. Парни, а ты один вот... А, до него не добраться так просто. Кстати, я забыл про другой прием. Вот этот вот. Нога наоборот. Во! Круто. Парни, получайте. Нога наоборот, это же круто. Это чумовая способность. Черт, не успел в тебя кинуть. А вот сейчас кину. Так, тадах. Улетел. Ну давай, стрельни у меня. Не успел. Ой-ё, пупковый удар. Вот здесь нормально срабатывал. Сейчас будет дерзкая расчлененка нафиг. Не успеешь ударить. Ты тоже не успел... А, нет, это успел. Ну все, с этими разобрались. Не ухачий удар всем достался. Усиление. Значит, у нас два талантика. Давай посмотрим, что мы тут можем прокачать. Ускорение атаки. Вы можете быстрее бросать... Это я читал уже. Вот это вот. Удар ногой с разворота. Уклонение. Так, нажмите... Значит, кружок во время уклонения, чтобы нанести быстро удар ногой сразу. Понятно. Все с уклонением связано. Удар ногой в прыжке. Вы сможете быстрее наносить удар ногой в прыжке. Какие-то плакие беспантовые талантики здесь остались. Ну давай крюк прокачаем, чтобы быстрее юзать. И посмотрим ульту. Если это можно назвать ультой. Какие способности откроются? Итак, здесь у нас открылась бросок крюка. Нокаутирующий эффект. Подтащив к себе противника с помощью крюка, вы сможете его нокаутировать, нажав в нужный момент. Вот, это классная способность. Я бы ее хотел прокачать, но на нее нужно 6 талантов, Карл. 6. Испанский стыд. Где я столько наберу? Я замучаюсь копить. Ладно, дальше смотрим. Усиление броска крюка. Вы сможете подтаскивать к себе вооруженных щитами и бронированных противников. Ну, кстати, удобная вещь. Иногда нужная, я бы даже сказал. Значит, нам сюда теперь идти. Чувак, у тебя электричество. Нокаутом тебя. И тебя. Хоть я и каутирувал не в ту сторону, но все равно опперкот достался в нужный момент. И в нужную... Халибореску в нужную. Ребятки, вот вам пупочек. А я с другой стороны. Ты не туда стрелял, чувак. Какие мощные удары пришли с нему по черепу. Ну, что, готовы? Рад, что ты добрался, Нэг. Как раз успеешь встретить смерть. Вот это вряд ли. Хе-хе-хе. Как мило. Это твой подручный? Подручный? Хватит. Шутить над Лукасом могу только я. Хе-хе-хе. Да. Стой, что? Позволь представить тебе моих ударах. Хе-хе. Еще в это окинем. Хорошо. Давай-ка попробуем. Но они в броне такой мощной, что их каутировать тут бессмысленно. Их нужно нюхачим ударом лупить. Вот, блин. Западня. О, последний удар. Удавьте его. Ах, отскативает. Есть. Минус один. Как же это беспонтово, когда их молот, как молот Тора, отскакивает к ним обратно. После броска. Ну, возвращается. Словно Мюллер. А может Мюллер? Ты пробовал когда-нибудь конфетку в Мюллер? Ха-ха. Да не больно. Я ему в пах. Бью, 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 бью. Я ему хоть бы что. Хороший же. Вот. А ты что бессмертный-то? Я его что, убить не могу? На, подожди. Ему бумеранг может надо? На тебе бумеранг. Прикинь, бумеранг не работает. А что тебе нужно-то? Почему я тебя не могу убить? Почему он такой бессмертный? Смотри-ка. О, наконец-то. Дирижабли. Отлично. Ксандр здесь. И Гандахер использовал этот механизм для передачи сигналов. Да. Это полная халтура. И все же роботы заработали. И что же тут хорошего? А, Лукас. Роботы не проблема. Важно, кто ими управляет. Вот. Артефакт. Я сразу все понял. Это источник питания, созданный Уриком для Центра управления. Странно, что вы сами не поняли. Посмотрите, как он подогнан под генератор. Просто идеально. Ты че наделал? О-о-о-о. Если вы все поняли, то почему не сказали сразу? О некоторых вещах лучше молчать. А теперь я обращу древние машины против высших гоблинов. Пора пробудить их все. Пробудить? Их надо остановить. Просто дослушайте его. Ты что, все знала? Нет, но знаю, у Ксандера есть план. Мы должны поверить ему. Эва, мы же хотели остановить роботов и гоблинов. И мы справились. Ах, знаешь, в чем проблема людей вроде тебя, Лукас? Вы слепы. Представь, чего можно добиться с армией непобедимых боевых роботов. Да мы... можем изменить мир. Вот это жопа, че он натворил? Я закончу это. Эх, стой! Прошу. Они за нас. Мы все объясним. Я думаю, ты зря стараешься. Но решать им. Вы поможете? Эва, нет. Не можем. Видишь, таким как они, нашу миссию просто не понять. Нам пора, Эва. Мы не можем бросить их здесь. Я знаю, ты к ним привязалась, но помни о высшей цели. Мы действуем в интересах всего человечества. Это наш долг. А здесь не опасно? Вернешься за ними, когда все уладится. Пусть они увидят наш новый мир. Ксандер, не верь ему. Эва, ты ведь мне веришь? Верю. Мне жаль. Эва. Такое с рук не сходит, Ксандер. Уже сошло. Парни, покажите Неку, чему я вас учил. Вот засранец. Что? А опять Неку досталось. Короче, эта Эва все знала. Я ж тебе говорил. Хоть она говорит, нет, я ничего не знал. На самом деле она знала. Блин. За подставой. Ну, как так? Значок Гандахара. Приз получен. Ну, что ж. А какая это глава? Это другая глава? Что это у нас? Глава 8, часть 3. Ну, короче, на этом месте мы с тобой заканчиваем. И если ты хочешь узнать, чем же все-таки закончится вот эта развязочка. Эта дичка, конечно, какая-то тут проходит полная. Не забудь поставить лайк под видео, если ты еще не поставил. И подписаться, чтобы не пропустить дальнейшей этой истории. И развязки, собственно. Поэтому подписывайся. И увидимся с тобой в следующем ролике. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова